всем привет добро пожаловать на канал у нас очередная вылазка по германии и на этот раз это город фюсон так что не забывайте подписываться на канал ставить пальчики вверх обязательно писать ваши впечатления об этом видео и присоединяться к нам и в этом путешествии также как и во всех предыдущих а сейчас мы подошли к вот такому туристическому информационному центру возле которого этот фонтан и вот такую вот штуку на русском языке я взяла по городу сусану вот и здесь что интересно если такая вот карта с главными достопримечательностями которые расписаны вот и мы сейчас отправляемся на одну из них гулять и отправляться мы будем на улицу райхенстрассе главную торговую улицу потому что она прямо здесь вплотную прилегает туристическая информация пойдемте ну вот и она главная торговая улица сейчас полностью пешеходная но конечно на ней как раз торговля и сохранилась магазины сувенирные лавки и естественно для перекуса что-нибудь постепенно приближаемся к таким красивым зданием с часами с флюгером в общем в ту сторону постепенно мы добрались и до фонтана и до замка тоже раз мотористы и гуляем то мы гуляем с мороженым у всех свой вкус у гордея арбузный да у юры малиновый у меня манго и лимон и так гулять гораздо веселее продолжаются такие вот маленькие улочки рестораны кафе магазины ну вот мы и возле отеля называется он best western plus в нем он четырехзвездочный а вот и но как видите расположен конечно рядом с дорогой но я думаю что особо больших проблем быть не должно сейчас подойдем к рецепции стойке регистрации вот потом будем подниматься в номер и я вам обязательно покажу все в отеле изнутри и вот отель кроме входа он продолжается дальше влево состоит из нескольких корпусов вот все они соединены между собой не знаю в каком пока мы будем жить но обязательно покажу вам когда мы зайдем внутрь и наш номер и весь отель целом то что можно будет доступно так чтобы не побеспокоить других постояль это вид на отель с другой стороны сзади как видите несколько другая перспектива здесь по большому счету вот несколько корпусов которые соединены между собой внизу есть гараж сауна фитнес-зал в общем чтобы отдохнуть масса возможностей вот он вход в отель как видите да действительно четыре звезды ну что проходим внутрь вот он ресепшн конечно из соображений приватности я не буду снимать тех кто там работает и часть гостей поэтому показываю там где никого нет но вы понимаете что рецепшн продолжается еще немного дальше вправо а это лобби отеля где можно посидеть отдохнуть ну и заняться любыми делами которые вам интересны недалеко от лобби находится бар а вот в эту сторону проход к ресторану вот он работает целый день то есть завтраки ужины ну и естественно бар все очень привлекательно уютно удобно так что вот так вот здесь вот такой уголок где можно поработать на компьютере там есть и принтер для необходимости ну и плюс вот такой вот детский угол с несколькими игрушками вот так после лифта выглядит коридор вот она комната представляем карточку и открыто в самом номере несколько темно но есть вот такая штука куда вставляешь карточку и включается свет ну что смотрим что у нас здесь есть и так как только мы вошли вот такой гардероб дальше отделение с дверцами на этом уже бросили чемодан чайник чашки это то что нам дали в отеле брошюры тут чай кофе для перекуса на верхове отделение 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 внизу и надо так полагать холодильник или мини-бар точно мини-бар судя по ценам давайте посмотрим что у нас тут шкафу одеяло здесь вот такой вот сейф в эту часть мы уже повесили свои вещи вот ну и собственно проходим вот она комната комната одно место на котором будет спать гордей и второе вот естественно одна из главных достопримечательностей ради которых сюда проезжают замок ной швайнштайн но вот так вход выглядит с этого ракурса дальше у нас здесь телевизор вентилятор рабочий стол здесь вот еще тумбочка милые презенты посмотрим на вид из окна сейчас вот но пока вот так здесь проходит дорога я надеюсь что будет относительно тихо но конечно сейчас по первому только впечатлению сказать сложно вот и вот сюда вход в ванну вот она ванная комната совмещенный санузел естественно как очень часто во всех отелях здесь все миниатюрки всего что может понадобиться полотенце для ног и конечно же огромная душевая кабина вот зеркало обычное вот это с увеличением всякие салфетки мыло фен ну в общем все что может быть необходимо так как наш номер на самом верху то вот тут видно такие балки на крыше это последний этаж но комната не выглядит низкой вот все очень светло аккуратно приветливо и достаточно просторно а сейчас после небольшого отдыха мы отправляемся в город узнавать его и осматривать ну а вот так план исторической части чуть поближе и можно сказать в 3d моделировании а вот и ратуша города фюсен смотрите как необычно очень красиво на мой взгляд а сейчас подходим к собору вон его часы вверху и будем заходить внутрь тут кое-где идут реставрационные работы но зайти внутрь все равно можно втроу вон нового часы в.м. 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 Все Вот так Ставь Я хочу Ладно, сжигай свою штучку Через такие красивые ворота Можно пройти в следующий Внутренний двор, где Находятся музей И городская библиотека Собственно Вот он музей А вот она Библиотека Ну что, сегодня мы будем Выписываться из отеля По поводу впечатлений Все было очень хорошо Ночью достаточно тихо Не глядя на дорогу Которая находится совсем рядом Вот Номер удобный, комфортный В нем все есть Каждый день нам меняли белье Поволняли запасы Чая, сахара Всего остального В общем, нам все понравилось Понравилось Мне так же, что здесь очень Хорошая светоизоляция То есть, шторы очень плотные Не глядя на то, что вся площадь Здесь освещена ярко фонарями В комнату ничего не проникает Не мешает отдыхать В общем, нам все очень понравилось Вышли прогуляться В последний раз По всю сумму Пока вроде бы Сильного дождя нет Но небо тоже Достаточно безрадостное Поэтому мы одолжили В отеле зонт Как только будем возвращаться За своим багажом Зонта дадим назад А пока Идем гулять В последний раз Продолжение следует... 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 сейчас мы зашли в высокий замок чтобы осмотреть его изнутри плюс здесь есть башня есть проходы по галереям в общем должно быть интересно посмотреть что где открывается ну а сама по себе экспозиция в замке это как правило картины художественное произведение искусства внутри замка есть вот такой уголок чтобы маленькие посетители не скучали можно нарисовать и приблизиться к творчеству самостоятельно каждая комната здесь чему-то посвящена например вот здесь это различные изображения города фюсена где мы находимся а вот здесь например собраны различные изображения замков которые есть и причем не только в германии но и в лихтенштейне и в других регионах посмотрите на вот этот потолок красота неописуемая и находимся мы в рыцарском зале в высоком замке и это потолок здесь здесь красивые переходы между залами комнатами экспозициями один из часто встречающихся элементов замках это печь причем из изразца вот еще то что видно из внутренних помещений вот теперь мы вышли на открытую галерею вид в принципе такой же как ни странно как и внизу просто немножечко с высоты а в другую сторону открывается вид на городок фюсен прилегающие к нему водные угодья где можно все рассмотреть и даже горы в облаках мы пришли к подъему на башню в высоком замке вот лестница уходит наверх вот такой вид открывается с башни высокого замка на город еще горы реку и поля дальше с этой стороны башни открывается вид на внутренний двор замка и другие его стороны и в эту часть видно как протекает дальше вода и весь окружающий ландшафт и последняя сторона вида из башни вон то галерея откуда я вам показывала внутренний двор и башня откуда открывался вид на город все это вот так мы попробуем взять на память монетку с изображением высокого замка где мы и находимся города фюсен вот она нам все удалось вот выглядит монета с изображением замка с одной стороны и вот такой вот слоник с другой стороны вот еще один фонтан это так называемая площадь хлебного рынка по-моему утверждать точно не буду потому что путеводитель мы забыли ну вот она информацию уже решили не заходить в последний день но мне кажется что это вот именно она эта площадь если вдруг я ошибаюсь что тоже в принципе ничего сильно страшного то одна из площадей фюсена а сейчас мы подошли к мосту через реку лех и можете посмотреть с двух сторон какая открывается панорама и перспектива я тебя держу а это панорама уже с другого берега реки и видно наверху высокий замок собор который я вам показывала городской музей библиотеку в общем весь комплекс исторических зданий ну что вот наша небольшая прогулка по фюсену подошла к концу все сувениры куплены правятные разные вещицы тоже вот и мы уже будем отправляться в обратный путь в принципе нам здесь все понравилось за исключением разве что погоды но ой повлиять на нее мы к сожалению никак не можем поэтому когда-нибудь при случае выберемся еще и надеемся что тогда будет во-первых теплее во вторых уже совершенно не дождливо не забывайте подписываться на канал ставить пальчики вверх писать в комментариях ваши впечатления об этом видео и увидимся позже пока 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 пока